Официальные партнеры программы «Новости дня» – торговая группа «Абсолют», дилерский центр «Байкал Моторс». Конец рабочей недели, 25 октября на календаре. Чем запомнится этот день? Здравствуйте, это «Новости дня» в прямом эфире. Сначала коротко о главном. Мы, когда свои голоса отдавали, мы разве думали, что вот так вот с нами поступят, с нашими детьми? Мусорку строят пуще прежнего. Жители 20-го квартала против решения депутата Народного хурала. Мы поддерживаем, как можем, наше здание. Искусство требует денег. 12 миллионов необходимо на строительство новой детской школы. Мы очень рады, что нам открыли новый детский садик. Открывают сегодня. Мы очень ждали этого. В Улан-Удэ открылся долгожданный детский сад в микрорайоне «Радужный». А в городской среде деревья и так более ослаблены, потому что здесь нагрузка, вытаптывание, атмосферное влияние. Убрать или оставить? Что делать с опавшей листвой? Мнения людей разделились. Начнем с противостояния местных жителей и депутата Народного хурала. История мусорки на Ключевской не закончилась счастливым концом. На прошлой неделе избранник народа дала обещание не устанавливать баки у детского сада. Однако строительство мусорной площадки не прекратили, а наоборот – ускорили. Разбираться в ситуации вновь отправилась наша съемочная группа. Строительство нового мусоросборника у детского сада «Ладушки» вызвало возмущение и негодование у жителей домов на улице Ключевская в 20-м квартале. Ведь рядом уже стоят две мусорки. И зачем понадобилась третья, они недоумевают. Для того, чтобы обеспечить интересы жителей совершенно другого двора. Вот что еще возмущает. Понимаете, убирают мусоросборник домов 64-66, которые вообще соседние дворы. И плюс еще комплекс Ангара. Так извините меня, здесь детский сад, здесь крысы. Вы представляете, да все будет бежать. Вот посмотрите, вот. Потому что все бежит, все будет разрушено, свалка будет. Вот просто посмотреть нужно на ту мусорку. Вот. Здесь лужа будет, все будет на колясочках, все будут детки, все это в садик. Вот заболевания, каких только не будет. И крысы будут, и все на свете. Три мусорки в окраине. Ну, потому что три мусорки. В окраине социально защищенность должна быть. А у нас ее нет. Но почему-то про жителей вот этого квартала вообще никто не думает. Неделю назад на собрании жильцы выразили свой протест депутату Народного хурала по их округу. В ответ им пообещали, что стройку остановят и найдут более подходящее место для сбора мусора. Однако работы продолжились. По словам жителей, депутат торопится завершить объект. Поэтому рабочие трудятся и днем, и ночью. Все было сделано скоропалительно. 26 сентября они собрали административную комиссию. Приняли решение. Как говорится, молчком никого не уведомили. Ни руководства детского сада, ни жильцов. Но оказывается, хурал не должен с жильцами советоваться. Он не народный. Он какой-то другой у нас хурал. Все, решение принято, стройка идет. По словам помощника депутата Народного хурала Елены Вахрушкиновой, ни одно другое место в окрестности не подходит под санитарные и градостроительные нормы. Идеальное расположение для мусорки выбрали у входа в детский сад. Оно, в общем-то, отвечает всем санитарным нормам. Но, тем не менее, в связи с тем, что нет нормального, отвечающего требования общественности, местонахождения, было принято установить временные контейнеры, мусорную площадку по данному адресу. По истечению полугодичного периода будем возвращаться к этому вопросу и обсуждать, если общественность предложит новые места складирования мусора, тогда будем рассматривать новые варианты. Мусорку решили установить до весны, но жители окрестных домов не верят словам депутата и его помощника. Ведь в народе известно, что временно, то постоянно. Строение капитальное. Надеяться на то, что его не будет через полгода, это прямо ерунда. Это просто рассчитано не на умных людей. Это, знаете, они хотят погасить наше настроение, но его сложно будет погасить. Один депутат, который заимел какую-то власть, и вот так распоряжается. Разве так можно? Мы, когда свои голоса отдавали, мы разве думали, что вот так вот с нами поступит, с нашими детьми, с внуками, с детьми. Но это что? Получается, мы ее выбрали, а она наши, извините меня, наказы исполняет только ангары, а наши-то вообще мы как будто бы ничего не делает. Жители делают все возможное, чтобы не допустить нежелательное соседство с мусоркой. Они уже подали жалобу в прокуратуру и ждут ответа. Бояр Цедыпов, Валентина Цибикова и Бато Гармен. Новости дня. В Улан-Удэ в женском туалете одного из колледжей установили камеру видеонаблюдения. Заметили ее сами учащиеся. Расположена она прямо над кабинками. Этим делом заинтересовалась полиция. Как выяснилось позже, это был муляж. В сообщение об обнаружении муляжа камеры видеонаблюдения в женском туалете одного из техникумов поступило в дежурную часть Управления ВД России по городу Улан-Удэ 23 октября. Материал зарегистрирован. Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. Известно, что установленное устройство является фальшивой камерой, имитирующей записывающее устройство. Ситуацию прокомментировало и руководство Улан-Удэнского техникума экономики, торговли и права. По их словам, камеру в женской уборной они не устанавливали и не планируют этого делать. Муляж поставили незаконно. Заявление в полицию подали сразу, как только его заметили. Накануне в городе завершили субботник. Встал вопрос, что делать с опавшей листвой. Жители Улан-Удэ разделились на два лагеря. Одни считают, что нужно сохранить листву для защиты корней и удобрения почвы. Другие, что нужно проводить регулярную уборку и поддерживать порядок в городе. А что думают эксперты, расскажем далее. Опавшая листва – это ежегодная проблема, которая волнует жителей Улан-Удэ. В городе были выбраны три ключевые точки, где листву решено оставить. Скверы над Арханской, Школьный и Журавли. Специалисты хотят понять, как влияет накопление листового слоя на общее состояние деревьев. Мы, конечно, придерживаемся все-таки 153-го приказа гостроя, в котором мы работаем, где все-таки сказано, что листву в городских условиях убирать нужно. Но в первую очередь она подлежит уборке вдоль магистральных улиц, вдоль тротуаров, дорожек, всех заасфальтированных частей нашего города. Она способствует тому, чтобы листва не забивала у нас ливневые канализации, в дальнейшем, чтобы не топила город. В парках и скверах листву часто оставляют, чтобы она защищала корни деревьев и удобряла почву. Но такой подход вызывает споры. Без уборки опавшие листья могут стать домом для горностаевой моли. Она откладывает яйца, а весной вылупившиеся гусеницы объедают деревья и ослабляют их. Они полностью объедают листья, что ослабляет дерево. Если он не полностью погибнет, то только через пять лет мы получим тот же самый урожай. А в городской среде деревья и так более ослаблены, потому что здесь нагрузка, вытаптывание, атмосферное влияние. То мы получим гибель деревьев. Ну, как минимум, в ближайшие пять лет они не вернутся в то состояние, то есть по очистке воздуха. Не только листва оказывает негативное влияние на почву, но и мусор, который оставляют люди. Их эффект куда страшнее для природы, чем все остальное. Ведь пластик, например, разлагается в почве почти 700 лет. От целлофановые пакеты до 15 лет. Поэтому, если вы хотите сохранить природу и деревья, то соблюдайте порядок. И помните, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Степан Столбовский, Жанна Ощепкова. Новости дня. Игорь Шутенков поручил ужесточить порядок выдачи ордеров на земельные работы. В этом году было несколько случаев, когда организации бросали необустроенными объекты. В результате благоустройство было нарушено. Выдавались поручения, не внести изменения по благоустройству, это по выдаче разрешения на земельные работы ордеров. То есть выдавать, когда только будет скомплектовано полностью материалы. На каком этапе, кто куда вносит, кто за это ответственный и когда будет работа сделана, это раз. И второе, поручение выдавалось тоже прекратить выдачу разрешения на строительство, если там не решено, проблема с мусорными контейнерами, площадками не только для жильцов, но и для бизнеса, который там внутри. Особенно это касается сейчас в центре нашего города Улан-Удэ. Теперь выдавать ордеры будут только после того, как выяснят детали по оборудованию, материалам и качеству и количеству задействованных на объекте людей. Другими словами, подписывать документ на земельные работы городские власти не будут, пока не убедятся в наличии как трудовых, так и материальных ресурсов. Здание, где находится детская школа искусств номер один, нуждается в ремонте. На это потребуются большие деньги, около 12 миллионов рублей. И это только на проектно-сметную документацию. На место выехали депутаты горсовета, а вместе с ними и мой коллега. Здание по адресу Советская 56 является памятником архитектуры и объектом культурного наследия. Построено оно было в 30-х годах прошлого века. Сейчас оно признано ограниченно работоспособным и нуждается в капитальном ремонте. На это требуются большие деньги. Только для того, чтобы составить и разработать проектно-сметную документацию, нужно 12 миллионов рублей. Мы поддерживаем как можем наше здание, мы проводим текучие ремонты. Единственное, что необходимы были меры, которые у нас стояли на втором этаже, два тяжеловесных рояля, их необходимо было перенести для того, чтобы не создавать утяжеление здания. Мы это сделали, но и дальнейшим мерам, надеюсь, мы тоже с помощью горсовета и выделенных средств мы это осуществим. Ремонт в некоторых помещениях здания необходимо сделать по представлению прокуратуры. Чтобы выполнить эти работы, депутаты, входящие в Комитет по социальной политике, горсовета выделят около 6 миллионов рублей. Сейчас средства поступят. Я думаю, что все будет зависеть, видимо, от комитета, как они будут реализовать. До конца года, я думаю, что они эту проблему решат. Помимо детской школы искусств номер один, в здании по адресу Советская, 56, находится и школа искусств имени Романа Сидоровича Мердегеева. Все дело в том, что на протяжении своего существования у этой школы не было своего здания. Сейчас ей принадлежит 7 учебных кабинетов на первом этаже и несколько на втором. Но их катастрофически не хватает для обучения детей. Детская художественная школа имени Мердегеева существует уже почти 60 лет. Сейчас в ней обучается более 300 детей. В здание на Советской, 56 заехали в 1992 году. По планам это был переезд ненадолгий срок. Но, как известно, что временно, то постоянно. В нашей школе обучается почти 400 обучающихся. Ну, если быть точными, 379. В прошлом году, если считать, у нас было 420. То есть, и у нас всего 7 учебных кабинетов. Два административных и один у нас в помещении такое, ну, складское. Ну, и отведено за нами вот этот коридор первой школы. Ну, вот этот, первого этажа. По словам Дениса Егорова, организовать переезд художественной школы в отдельное здание достаточно сложно. Один из возможных вариантов выхода из ситуации – дождаться застройки центра города в рамках мастер-плана. Казалось бы, это незаметный момент. На самом деле, здесь, в этой школе, 700 с лишним человек ходят сюда. С первой, со второй смены нагрузка огромная. Помещение не позволяет. Конечно, в идеале надо их разводить. Отмечу, что текущий ремонт должны сделать до конца года. По предписанию прокуратуры необходимо облегчить кровлю. А именно убрать тонны тяжелого шлака и заменить его на более легкие материалы. Также нужно усилить конструкции второго этажа. Андрей Слепнев, Сергей Медведев. Новости дня. В Лан-Удэ открылся первый детский сад в микрорайоне «Радужный» на 280 мест. Дошкалята начнут ходить в садик уже с понедельника. О том, как выглядит новое здание и какие занятия будут проводиться для малышей, расскажем в следующем материале. Дети играют и веселятся, а родители радуются открытию первого и долгожданного детского сада в микрорайоне «Радужный». Еще бы! Ведь раньше жителям приходилось ездить с малышами в другие районы. А теперь дошкалята могут посещать новое современное здание недалеко от дома. Мы очень рады, что нам открыли новый детский садик. Открывают сегодня. Мы очень ждали этого. Очень красиво все-таки. Просторные коридоры, все светленько, все чистенько. Какая детская площадка, просто загляденье. Очень прям нам все нравится. Мы уже в этом году пойдем в детский садик. Поздравить ребят и открыть детский сад приехали глава Бурятии и мэр Улан-Удэ. Они осмотрели все группы и даже порисовали с детьми. Смотрите, что у меня! Уже с понедельника 280 детей в возрасте от полутора до семи лет начнут посещать новый корпус детсада «Елочка». Тут есть все. Музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда, психолога, пищеблог и уютные группы. Дети, конечно, дети – это самая главная радость в нашей жизни. Мы с вами будем делать все, чтобы они росли счастливыми и выросли успешными людьми. А здесь в детском садике для этого есть все. Вот сегодня мы прошли все вместе с вами и прямо ощутили уют и замечательную, хорошую семейную лабора. А мы, в свою очередь, педагоги и сотрудники, мы приложим максимум усилий, чтобы в памяти наших детишек остались только самые теплые, самые яркие, самые запоминающиеся воспоминания о своем детстве. Этот детский сад такой большой, такой красивый, яркий. Микрорайон развивается, а значит, возможно и то, что здесь появится не только сад, но и другие общеобразовательные учреждения. Микрорайон растущий, здесь много новых домов, население растущее. Конечно, здесь очень нужен был детский сад. Он появился. И хочу пожелать всем нашим родителям, деткам, чтобы они были счастливы, условия для них создаются. Объект построен в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин», создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет и реализации комплекса мер по достижению стопроцентной доступности. Олеся Цикина, Валентина Цибикова, Доржичий Допов, Новости дня. Регионы Дальнего Востока отчитались, как привлекают инвестиции. Глава Бурятия рассказал о наших проектах в республике. Мария Латышева подробнее. За 9 лет в проекты с государственной поддержкой на Дальнем Востоке вложено 4,2 триллиона рублей. Поставлена новая цель – достичь к 2030 году уровня 12 триллионов рублей. То есть за будущие 6 лет на Дальний Восток планируется привлечь почти 8 триллионов рублей. Будут созданы еще 1700 предприятий и 230 тысяч рабочих мест. Именно работа по привлечению инвестиций создает основу развития, позволяет увеличить бюджетные поступления, создать новые рабочие места. И в общем это вот такое начало. Это не значит, что это все. Много еще чем надо заниматься для того, чтобы регионы действительно развивались. Но все-таки основа – это именно привлечение инвестиций. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что за 5 лет объем инвестиций в экономику региона увеличен вдвое. По темпам роста инвестиций Бурятия заняла 6 место в ДФО и 13 место по России. По итогам первого полугодия 2024 объем инвестиций в основной капитал составил 46,5 миллиардов рублей. Мы видим, чем будем заниматься у нас. Это разводка полезных ископаемых, чайское месторождение, никелемедное месторождение, это бериллиевое месторождение, ядмаковское. Это в промышленном производстве, в сельском хозяйстве, в туризме безусловно. То есть у нас очень широкий спектр направлений по инвестициям, по работе. Даже в текущих условиях все равно инвесторы есть, и мы видим, что проекты реализуются. Внимание уделяется высокотехнологичным проектам. На Улан-Уденском авиационном заводе продолжается работа над серийным выпуском нового многоцелевого вертолета Ми-171 «Оффшор». Планируется создать курорт «Волшебный Байкал», который включит 8 инвестпроектов на 99 миллиардов рублей вне бюджетных инвестиций. Мария Латышева, Новости дня. Прямо сейчас небольшой перерыв, скоро вернемся. И вот о чем расскажем во второй части выпуска. В душе нужно иметь вот такой моральный, нравственный, скажу, стержень. Семь десятилетий на страже легких планеты. Свой юбилей отмечает Забайкальская база авиационной охраны лесов. Мы выросли, во-первых, вот на всем этом. Потом все это нам дорого. Лучших вокалистов выбрали в Бурятии на конкурсе «Нам песня строить и жить помогает». Покупай в «Абсолюте» выгодно. Молоко «Абсолют Кэшн Кэрри» всего за 82,90. «Абсолют» – гарант низких цен. Шокер цена в «Абсолюте». Морковь всего за 29,90. «Абсолют» – гарант низких цен. Если у возможного есть границы, я хочу их пересечь. Если у выбора есть свобода, я хочу ее испытать. Если у света есть край, я хочу за него заглянуть. Новый JQJ8. Уверенный, это по-настоящему. Ровный, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. В прямом эфире «Новости дня» продолжим. Участники специальной военной операции в отпуске смогут получать медпомощь в ближайшей поликлинике. Соответствующее постановление правительства подписал Михаил Мишустин. Оно будет действовать на время проведения СВО. Ранее военнослужащие из-за отсутствия у них полисов обязательного медицинского страхования, даже находясь в отпуске, должны были обращаться к врачам только в ведомственные госпитали Минобороны, которые есть не во всех регионах страны. Новое решение позволит повысить доступность медицинской помощи для нуждающихся в ней военных, сообщили в правительстве. В Народном хурале прошла конференция «Молодежь в избирательном процессе». На ней обсудили ряд важных вопросов, касающихся политической жизни молодого поколения. Все подробности в следующем материале. Ежегодная региональная научно-практическая конференция «Молодежь в избирательном процессе» проходит уже в 16-й раз. В первую очередь она нацелена на повышение политической активности молодого поколения. По итогам конференции у нас будут определяться лучшие научные работы среди студентов, будут награждаться первые три места, и также будет по итогу выпускаться сборник. Один будет просто без издания, а лучшие у нас статьи будут уходить в источный вектор. Ни для кого не секрет, что в последнее время падает численность избирателей среди молодежи. По данным избиркома, в 2018 году на выборах проголосовало более 17 тысяч человек молодого возраста, а спустя пять лет их насчитывалось 12 тысяч. С каждым годом интерес молодежи к выборам падает. Это так еще называемый абсентеизм, это желание не идти на выборы. И мы таким образом хотим донести до молодежи, насколько важно именно участвовать в выборах и в целом обсудить сегодня молодежную политику, молодежную повестку. И считаю, что вот такие вот мероприятия, они очень важны. И сегодняшнее пленарное заседание – это как ключевое наше мероприятие. Кроме этого, мы еще проводим много других мероприятий в рамках реализации проекта. Это проведение уроков, лекций для студентов, школьников, ну и, конечно же, молодежи о том, насколько важно голосовать. Отмечу, что проект «Молодежь в избирательном процессе» реализуется при грантовой поддержке Министерства спорта и молодежной политики Бурятии. Андрей Слепнев, Сергей Медведев. Новости дня. Не считаясь трудностями и опасностью, они сохраняют и спасают изумрудное наследие планеты. Свой 70-летний юбилей празднует авиалесоохрана. На торжественном собрании побывала моя коллега Олеся Цыкина. История Забайкальской базы авиационной охраны лесов началась в 1954 году. За долгие годы работы было сохранено тысячи гектаров зеленых легких планеты. На торжественном собрании в честь 70-летнего юбилея наградили и отметили лучших сотрудников. Тех, кто преданно и самоотверженно трудится в этой нелегкой и опасной сфере. Среди них Анатолий Смолин – старший летчик-наблюдатель Бичурского отделения. Говорит, с юных лет стремился работать в этой профессии. В душе нужно иметь вот такой моральный, нравственный, я скажу, стержень. Работа интересная, трудная, но люди работают, и это им нравится. Люди идут сюда определенной категории. Он, во-первых, должен быть морально хорошо подготовлен к этой работе. Физическое состояние тоже. И парашютисты в десантниках должны быть крепким, и летчики-наблюдатели. Больше всего летчику-наблюдателю запомнился горячий 2015 год. Тогда пожары подбирались даже к населенным пунктам. В борьбе с огнем были задействованы все возможные ресурсы, и решающим фактором стала оперативность. Сейчас сотрудники авиалесоохраны уделяют особое внимание информационной профилактике и введению новых эффективных методов предотвращения и тушения лесных пожаров. Эти люди прыгают в самые труднодоступные места, в горную местность, склоны, рейки. Они попадают туда, куда не может попасть ни одна техника. И с самоотверженным трудом спасают нашу природу. Поэтому всем благополучия, удачи, здоровья и развития нашей лесоохраны, чтобы у вас было меньше работы и меньше наших леса гаили. Проявляя героизм, мужество и отвагу, в сложнейших условиях сотрудники базы авиалесоохраны не только сохраняют и оберегают леса, но и спасают жизни. Олеся Цыкина, Сергей Медведев, Новости дня. Сохранять следует и бурятский язык. Еще в 2005 году его внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО и признали вымирающим. Малая Академия наук взялась за популяризацию бурятского. Среди школьников они уже провели онлайн-викторину, конкурсы чтецов, сочинений, рисунков и фестиваль культуры народов. Настал черед интеллектуальной игры. О ней далее. Мурган? Это наоборот? Да, нет, это Мурган. Баттер, баттер, баттер. Это на мосту же? Да, это понятно. Знания бурятского языка, известных личностей, достопримечательностей и фактов о бурятии показали школьники Улан-Удэ и Иволгинского района. Всего 14 команд приняло участие в испытаниях. Сегодня в городском дворце детского и множественного творчества происходит очередной этап проекта Малой Академии наук «Код народа». Этот проект мы реализуем уже в течение полугодия. И сегодня проходит интеллектуальная игра «РДМ Туя». Для капитана команды бурятского лицея номер один Владимира игра выдалась волнительной. Несмотря на то, что родом он из Тункинского района и с детства говорит на бурятском. Их команда Улзы и одержала победу. Второе место у 59-й гимназии, а тройку лидеров закрывает школа номер 3 Иволгинского района. Далее в рамках гранта Малая Академия наук проведет научно-практическую конференцию, чтобы как можно больше молодежи активнее изучало культуру бурятского народа. Елена Краснопеева, Новости дня. Лучших вокалистов выбрали в Бурятии. В концерт на театральном центре «Феникс» прошел республиканский конкурс «Нам песня строить и жить помогает» среди ветеранов, детей и молодежи. Хору Сударушка из Сотникова 40 лет. На конкурсе «Нам песня строить и жить помогает» выступают уже не один год. Песни всегда патриотические. Родились здесь, предки у нас воевали, и родители, и вообще, где бы я ни была, Россия, Родина, это лучше всех. Мы же за всех в ответе, они там за нас, а мы здесь за них, чтобы им легче было. А наши сыновья, внуки. Республиканский вокальный конкурс в Бурятии проходит уже в четвертый раз. Количество участников с каждым годом увеличивается. Если в прошлом году было где-то около 350, по-моему, мы еще уже под 600 уже. Человек 97 номеров заявок. Но мы с прошлого года немного разнообразили, и мы включили сюда детей. Видите, сегодня сколько ребятишек. Это будет как бы традиционная передача этих ценностей от старшего поколения к младшему поколению. Организует конкурс ежегодно Совет ветеранов Министерства культуры и Министерства социальной защиты. По своим примерам наши уважаемые ветераны показывают свое отношение к жизни, свою энергию, свою готовность помогать и продолжать деятельность во имя того, чтобы наше подрастающее поколение знало, что мы, как органы государственной власти, что Совет ветеранов, что все коллективы, все старшее поколение готовы оказать помощь в стране, молодежи, двигаться вперед. Конечно, это в первую очередь связь поколения. Ну как без этого? Преемственность, она не бывает сама по себе. Сохранение традиций невозможно без преемственности. Старшее поколение должно передавать свои традиции, свои основы, свои устои, которые они имеют молодому поколению. И чтобы это все сохранить, должно быть только в части преемственности. По-другому никак. Мы выросли, во-первых, на всем этом. Потом все это нам дорого, и это стимул нам поддает. Мы живем этим. Лучшие коллективы выбирают жюри. Среди почти ста претендентов им придется выбрать только тройку лучших. Помнишь, как была земля в черном военном снегу? Нас во спасение просила. Мария Латышева, Батогармын. Новости дня. В Улан-Удэ из Санкт-Петербурга прибудет уникальная святыня. 26 и 27 октября в Адигитревском соборе будет находиться ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы из Казанского кафедрального собора. Пояс самой Пречистой Богородицы, которая по преданию она сплела сама для себя, из верблюжьей шерсти, носила на протяжении всей своей жизни. Потом данный пояс передавался бережно из рук в руки, хранился и в IV веке попал уже в город Константинополь. В XI веке данную святыню решили разделить на несколько частей, которые попали в разные концы света. И одна такая большая часть находилась на горе Афон. И в 2011 году данная святыня с Афоном была перенесена в Россию. Встреча святыни состоится 26 октября в 9 часов утра в Адигитревском соборе. В течение двух дней перед ней будут совершаться богослужения и молебны. Торжественные проводы ковчега с частью пояса Божьей Матери состоятся 27 октября в 17 часов. Холода в нашем регионе длятся почти треть года. И они, кстати, уже начались. А потому верхнюю одежду и обувь стоит подбирать с особым вниманием. И делать это лучше уже сейчас. Как говорится, готовься, а не летом, а зимний гардероб в октябре. Далее видеообзор новинок зимней коллекции от магазина «Завоевавшего доверие горожан». Пришло время зимнего гардероба. Удобные качественные куртки и элегантные шубки покорят сердца и любителей классики, и тех, кто предпочитает яркие образы. В бренду консультанты сходу подскажут подходящую именно вам модель и нужный размер. В магазине представлена и полная линейка обуви. Последние хиты уже красуются на витринах. На пике популярности казаки. Их носят с чем угодно и куда угодно. Еще один хит – меховая обувь. Это то, что нужно для нашей суровой зимы. Уютно и не скользко. Посмотреть, пока есть достаточно вариантов много, то уже некоторые варианты уже даже исчезают. То есть надо сейчас уже искать, чтобы одеться. В этом магазине мне нравится выбор. Ну, выбор более качественной одежды. В бренду огромный выбор и аксессуаров. Разноцветные и мягкие тактильно палантины, шапки, береты и кепки, а еще перчатки и варежки. Сумки давно стали самостоятельной частью гардероба, а специальные навесы к ним сегодня супертренд. В бренду разбираются в моде и строго следят за качеством товара. Зная это, покупатели уже активно подбирают для себя теплые обновки. Подобрали зимние сапоги, обслужили меня прекрасно. Мне все понравилось. Тут много, наверное, на любой вкус, но на мой вкус пришлась тут обувь. Мужской ассортимент в бренду не меньше женского. Вы найдете абсолютно все к холодам в одном месте. Коллекция верхней одежды и обуви в полном составе в магазине бренду в торговом центре People's Park и в торговом центре Forum на первом этаже. Утепляйся к зиме быстро и красиво в бренду. Елена Краснопеева, Доржич Едопов, Новости дня. Наш эфир продолжит интервью Александра Красовского. В программе «Линия-2» депутат Народного хурала расскажет моей коллеге Юлия Пермяковой о проделанной работе на своем округе номер 8. В основном это частный сектор, где проживает около 45 тысяч человек. Какие проблемы предстоит решить, узнаете в 20.10 сразу после новостей. Мне остается напомнить главные темы дня. Мусорку строят пуще прежнего. Жители 20-го квартала против решения депутата Народного хурала. В Улан-Удэ открылся долгожданный детский сад в микрорайоне Радужный. Убрать или оставить? Что делать с опавшей листвой? Мнения людей разделились. На этом у меня все. Больше информации найдете в наших соцсетях и телеграм-канале. В студии для вас работала Елена Краснопеева. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных и добрых новостей. Акция «Один плюс один в Абсолюте». Купи сервелат праздничный и получи второй в подарок. Абсолют. Гарант низких цен. Фрукты, которые радуют. В Абсолюте груши желтые всего за 105 рублей. Абсолют. Гарант низких цен. Если у возможного есть границы, я хочу их пересечь. Если у выбора есть свобода, я хочу ее испытать. Если у света есть край, я хочу за него заглянуть. Новый JQJ-8. Уверенный. Это по-настоящему. Новый капитал. Новый код. Субтитры подогнал «Симон»